Справедливую зарплату сегодня требовали работники судебной системы, переводчики, секретарей, работники канцелярии. Они собрались у здания правительства, чтобы напомнить министрам и премьеру. Они все еще ждут прибавки к зарплате, а если не дождутся, то даже готовы бастовать. Эта зарплата сопоставима с доходами продавцов в торговых сетях. Но продавцам за ошибку на работе грозит штраф или выговор. А, к примеру, судебным переводчикам – уголовная ответственность. Требования на сегодняшнем пикете просты – увеличить зарплату, ведь она не соответствует возложенной ответственности и нагрузкам. Как результат – постоянная нехватка работников. Мы уже два или три года теряем лучших сотрудников. То есть они уходят. Уходят хотя бы на немножко побольше зарплату. Молодые, у нас есть конкурс. Они приходят, посмотрят, как скажут им, что нужно переводить синхронно. Они просто говорят – нет, мы не можем. Не больше 500 евро на руки в среднем получают и другие судебные работники. К собравшимся сегодня вышел и министр юстиции. Мы договорились, что часть средств Минюст изыщет из внутренних ресурсов, а другую часть будет искать Министерство финансов в бюджете. Дополнительно надо найти более 4 миллионов евро. И если их не найдут, работники суда готовы бастовать. С методом забастовки, мне кажется, тогда правительство поймет важную роль работников судебной системы. Это значит, нельзя подать ни заявление. Суды тогда не происходят. Потому что секретарь не работает, помощник не работает, переводчик не работает. Все, суд встал. Вопрос будут рассматривать на следующей неделе в правительстве. Анастасия Дьякнова, Роналдс Бранц, Латвийское телевидение.